Христос Воскресе Все этому сопротивлялось в мире, но в конечном итоге Пасха неминуема. И мы на Страстной Седмице начали очень интересный, насыщенный смыслами, идеями и в том числе вопросами разговор о сошествии Христа во ад. Мы поговорили о том, что есть ад, что он такое в представлении традиционного иудаизма. И вот сегодня в контексте Христос Воскресе мы поговорим о том, что же сделал Христос для мертвых и что продолжает для нас с вами быть важным и ценным, как для людей Пасхи. И напомню знаменитую фразу, что «Если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна». Говорить мы будем об этом, как и в прошлый раз, с преподавателем Самарской духовной семинарии Сергеем Григорьевичем Кредичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. И снова здравствуйте, очень Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Ну вот я, собственно, в преамбуле уже и обозначил, о чем бы нам сегодня предстояло поговорить. Действительно, так интересно получается, что вроде бы светлая седмица, мы на этой неделе вообще не служим за упокоенных, мы вообще не говорим о смерти. Мы, вопреки принятой традиции ходить на кладбище, на кладбище на самом деле не ходим. Для этого у нас будет праздник Радоница. И опять же, вдруг мы через неделю во вторник вновь будем размышлять о смерти. И очень важно, вдруг таким выпуклым в контексте Пасхи становится фундаментальный вопрос человеческой конечности, того, что мы хрупки, конечны в этом мире, что эту конечность мы приобрели в силу определенных наших выборов библейских, если говорить. И выбора прародителей. Да, прародителей, да-да-да. Так вот, в прошлый раз было просто потрясающе представлено, емко и сжато учение церкви об Аде и о том, для чего и почему Христос туда сходит. Давайте поговорим о том, почему это важно не только для живых. А потому что действительно обычно, кстати говоря, стремимся ответить на вопрос, но если Господь победил смерть, то почему мы умираем? Если Господь победил смерть, то почему мы все равно, даже святые люди, святые отцы, испытывали определенный трепет, если не назвать это страхом. Аффект, если более нейтрально, но в целом, да, страх. Страх смерти, почему мы это все проживаем, переживаем и при этом мы с известной долей упрямства повторяем, смерти нет, смерти не существует. И мы стремимся именно на этот вопрос ответить. Давайте сегодня к этому вопросу, может быть, так или иначе, мы в любом случае через ответы подойдем. Но начнем с мертвых. Что же фундаментально важного? Христос воскресе, что это значит для мертвых? Значит, первый момент, это то, что действительно не просто случилось исключение из правил и воскрес один хороший человек. То есть, если мы в прошлый раз адресовались к Ветхому Завету, то, простите, в Ветхом Завете мы встречаем. Не часто, конечно, но исключение из правил, да. Вот пророк Илья воскрешает сына вдовица. То есть, в целом, это на мировой истории не сказалось никак. Ну, кроме состояния аффекта матери, которая сначала прощалась с ребенком, а теперь он опять жив. Ну, и там немножко личной популярности у пророка. Ну, все, дальше это не пошло. Опять же, внимательные читатели могут найти еще несколько случаев в Ветхом Завете, когда все-таки происходили воскресенья, но в качестве исключения и в качестве таком, что это не сказывалось никак на общем направлении истории. А вот христианство, и это как раз вот читается, когда Евангелие от Иоанна, первое зачало-то, да, ну вот на торжественной службе, что Господь источник жизни, и свет во тьме светит, и тьма не объявила его. И вот если мы в прошлый раз делали акцент на том, что шеол, ад, это такое темное, безмолвное место, где не славят Бога, и вот туда сходит Господь как источник жизни. И в этом плане я первую тему для размышлений предложу нашей аудитории, это то, что смерть — это не акт, а это процесс. То есть каждый день мы немножко умираем. И наоборот, каждый день мы можем делать выбор в пользу жизни. Причем, опять же, выбор в пользу жизни можно делать разными способами. Например, есть интересное такое богословское мнение, что святые дары, когда человек принимает причастие из организма, не выводятся естественным путем, как выводится всякая остальная пища. Вот тоже интереснее такое. Ну, действительно, кажется логичным, и тогда, получается, можно даже предположить, что для того, чтобы воскреснуть, надо, простите, напричащаться. Я не говорю, что это учение церкви, я говорю, что это такая интересная богословская теория, богословское мнение. На вес, равный собственному весу. Чтобы вот возродиться так. Можно выбрать бессмертие в плане искусства. То есть можно нарисовать великую картину, к этому идти всю жизнь. И там, конечно, у истории, или даже у творца, который направляет историю, есть чувство юмора, да, и картина «Ночной дозор», она вообще-то не ночной. Желающие могут ознакомиться с историей, да, или там вот «Рафаэль мог ничего не писать после фресок в ватиканских папских комнатах, в станции Рафаэля». И он тоже обрел бессмертие. Или обрести бессмертие в детях. То есть взять и стать там многодетным родителем. То есть вот посмотрите, мы выбираем жизнь в самых разных вариантах. Можно обрести бессмертие как полководец. В этом случае Гай Юрий Цезарь, Ганнибал. Ну и все, у кого получилось и у кого не получилось. Вот у Александра Македонского зажигательно не получилось. Но в целом, да, он тоже остался в веках. То есть в этом плане вот жизнь – это процесс, и смерть – это тоже процесс. То есть всякий раз, когда мы… Причем даже касательно не только тела. Я вот сейчас подумал, действительно, с этой точки зрения, никогда об этом не размышлял, что вот мы обычно привыкаем говорить о том, что опыт смерти нам не знаком, опыт умирания нам не знаком, поэтому он, собственно, нас и страшит, когда мы к нему подходим. Но с другой стороны, мы прекрасно все-таки знакомы с опытом умирания. В нас умирает ребенок, мы становимся подростками. В нас умирает подросток, становимся юношами. В нас умирает юноша, мы становимся зрелыми. В нас умирает холостяк, мы становимся женатыми или там замужними. В нас умирает… ну и множество таких вот путей умирания мы проходим. То есть мы когда-то знали себя такими, но сейчас мы не таковы. И вот это тоже очень важный момент, что Господь, Он предлагает нам полноту жизни. И это тоже, это даже не богословский момент, а общечеловеческий. То есть, когда в человеке понаумирали все вот эти вот студенты, младенцы с широко распахнутыми глазами, лезущими в этот мир, где все так интересно, он потом платит этот самый человек печальные большие деньги за тренинг, как разбудить себе внутреннего ребенка. То есть, ему нужен этот пацан, которому вот и находится повсюду и теряется везде. Он всегда куда-то мчится и сильно огорчится, да, при известном рода условиях. И да, и вот эту девчонку задорную, вот этого вот озорняка надо в себе как-то хранить. И тоже заметим, это требует усилий. Да, то есть, это очень даже как в браке, да. А где тот студент-романтик, который мог мне петь до полночи, вот куда он делся? А где та звонка и хохотушка, которую я брал в жены? Ну вот, и приходится прилагать усилия к тому, чтобы сохранять в себе вот эту вот студенческую открытость, вот этот вот задор по отношению к миру и сопротивляться смерти, потому что смерть – это процесс. И жизнь – это процесс. Это можно подпитывать какими-то сменой занятий, походами, учением языков и так далее. Тоже вот есть богословская формулировка, когда приходит смерть. Когда Господь понимает, что человек не хочет больше жить. Да, то есть, а что я тут не видел? Да знаю я, что будет. Да я с трех нот сейчас расскажу, чем это кино кончится. Я прям не открывая книгу, смогу прям вот вам сказать. И вот когда человек становится такой брызгой, и ему неинтересно, то Господь просто берет и выключает. И второй момент – это то, что когда человек не может стать лучше. То есть, вот в каком-то момент он достигает пика, и лучше стать он уже не может. И чтобы он уже не совершенствовался во зле – это же тоже интереснейший вариант. То есть, можно совершенствоваться в добре, а можно совершенствоваться во зле. И тут тоже мы коснемся немножко аскетики. Я понимаю, что это странно на Светлой Седмице, когда, в общем, все можно. Какой праздник, апост кончился. Но вот все-таки аскетика, что любая добродетель, кроме добродетели молитвы, может стать привычкой. То есть, сначала было тяжело, сначала плакал в гречку, а потом что-то, ну, ем только гречку, и меня это вообще совершенно не напрягает. Или там, было тяжело обходиться без десерта, но зато теперь, вот опять же, трачу только на необходимое. И это не напрягает. Вот кроме молитвы. Вот к молитве постоянно приходится себя побуждать. Ну, собственно, чего я рассказываю нашим православным зрителям, которые прекрасно с этим сталкивались на личном примере. То есть, в этом случае, опять же, вот есть то, что мы в себе поддерживаем, и то, что мы в себе пробуждаем, да, то, что мы в себе выбираем, то, что вот мы разбирали в разговоре о промысле, теодицеи и предопределении, и то, что вот с нами произошло уже по факту. И вот с мертвыми произошла смерть. И умерли они младенцы, они подростки-максималисты, они средовеки, они старики, и вот как бы все у них уже ушло, и что с ними делать? А только вот напитать их жизнью снова. И в этом случае Господь не делает разницы, да, как мы говорим, что у Господа все живы, и поэтому у нас на Светлой Седмице нет разделения, да. То есть, вот тут мы служили, великий пост, родительские субботы, мы служили, да, то есть, мирянин, говорящий священник, я и трактор. Ну вот. Не, ну зачем, любая служба, это общее дело, поэтому служили совместно. Благодарю, да, за протянутый фиговый листок. Ну так вот, в этом случае Господь не делает разницы между нами и нашими умершими, потому что Он источник жизни, и мы, и они должны к этому источнику преподать, чтобы иметь жизнь в себе. Что мертвые, просто они, мертвые дальше продвинулись на пути смерти, а мы на этом пути стоим, и мы двигаемся к ней, и мы должны ей противодействовать, потому что, повторюсь, смерть — это процесс, и этому процессу надо как-то вот противодействовать, как противодействуют болезни. Это очень важный момент. Ну и, в общем-то, да, это еще один нюанс такой вот такой христианской жизни, что мы постоянно должны напоминать себе о смерти. Не о ситуации, когда, вот, дескать, а из меня лопух будет расти, как в русской классике, да, а вот то, что мы постоянно должны поддерживать себе этот интерес к жизни и постоянно поддерживать себе задор. Не надо думать, что Господь, когда нас в эту жизнь призвал, как бы выдал нам банку варенья, и вот это вот варенье кончилось, и мы ходим, а Господи, а можно еще? Вот мы уже кипятка залили, и как-то вот это все промыли, и выпили, но что-то вот теперь от себя в банк. А вот это костер, который надо поддерживать, когда человеку надо учить правильно отдыхать, когда надо чередовать работу с отдыхом, когда не надо допускать перекоса там в каких-то вот личных выборах. И в этом плане тоже интереснейший момент – это то, что мы должны не прятаться от смерти. О, да. Мы знаем, что это процесс, вот если это акт, то от него можно спрятаться. У Секацкого, по-моему, ну вы наверняка Секацкого-то знаете, Александра Куприяновича. Ну, не лично, но читал. У него, да, у него есть очень интересное размышление на тему взаимодействия со смертью. И в частности, он ставит очень печальный диагноз современной постмодернистской действительности, что современный человек экранирует, стремится экранировать смерть. Да, я в домике. Да, поиграть с ней, да, либо экранировать в значении «спрятаться», либо позаигрывать с ней, как играют дети в название игры, забыл, когда завязывают глаза, да, то есть вот смерть ходит на ощупь, пытается в жмурки, да, то есть поиграть с ней в жмурки. Знаменитая комедия про то же, да, как бы не зажмурится сейчас. Вот, да. То есть это, да, действительно, мы не должны избегать смерти. Это, да, это очень интересно. И более того, именно то, что мы помним о смерти и составляет эссенцию, рискну сказать, нашей жизни. Потому что, допустим, проведем несложный мысленный эксперимент, что медицина, конечно, не дала нам вечную жизнь, но какие-нибудь там наниты и прочее, 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 они гарантируют нам, здоровье и продолжительность жизни увеличиваются там, ну, до такого смешной цифры, как 700 лет. И заметьте, вот как сейчас, если у человека, как выразительно сказано в Писании, 70 лет, а через всего 80 лет, то первая, одна десятая часть жизни из человека спроса нет вообще. Ну, до 7 лет, ну, вот как бы, с одной стороны, неразумен, а с другой стороны, все понимают, что вот потом будет взрослая жизнь, вот потом уже нельзя будет бегать, вот потом уже нельзя будет бабочек ловить. Говорят, ну, да, я хочу, хочу опять по крышам бегать голубей. Ну, у тебя 50, Никанорыч, ну, что ты делаешь? А вот если это продлился до 700 лет, то представляете, да, ЗАГС, какой ЗАГС? Мне всего 60, я не готов к серьезным отношениям. Ну, потому что первая, десятая часть жизни, вот никакого спроса. Кричи, экспериментируй, пробуй, ни одна твоя ошибка не будет фатальной, потому что вот есть возможность с этим справиться. И если мы не думаем о смерти, то да, вот это все обессмысливается. А если мы имеем в виду, что у нас не так много времени, и на самом деле, да, это тоже трагедия, почему студенчество это такой возраст, потому что в студенчестве можно спокойно почитать. Тоже парадоксальнейший момент. Вся русская литература, и нерусская литература тоже, классическая литература была написана для людей 30-40-летних. Ну, вот чтобы понять Онегина, его надо перечитать спустя, ну, лет 10 после школы. То есть война и мир, наверное, не совсем для подростков, да, и поэтому мальчики пропускают бал, девочки пропускают сражения, и все там как-то выискочат. Но все это было написано... И все пропускают французские. И все пропускают французские ставки. Да, то есть, и вот это вот то, что делает нашу жизнь осмысленной. То есть, что мы должны помнить, что мы не вечны, что мы умираем, и мы должны суметь уложиться в очень короткий промежуток времени. Если мы чего-то не прочитали там до 40, то, скорее всего, нет. Если мы не взошли на Эверест до 30, то, скорее всего, нет. Ну, и так далее, и так далее. А если вернуться ко Христу, и все-таки к обозначенному магистральному вопросу, что именно он делает для мертвых? Мне вот кажется, можно попробовать к этому же вопросу подойти с, ну, такого представления о смерти в других системах, философской системы, религиозной системы. Что существовало на тот момент, и, собственно, что будет восприниматься как безумие, когда апостолы пойдут к этим эллинам и представителям эллинской культуры? Ну, во-первых, для эллинов бессмертие — это как раз-таки бессмертие в искусстве. То есть, в этом случае достаточно написать одно хорошее стихотворение, и все, и вот уже бессмертие. Достаточно снять один хороший фильм. — Да, Квентин, вы же понимаете, что вы ничего не сняли лучше, чем ваши криминальные штивы, да? А кто снял? Ну, то есть, одного фильма достаточно, чтобы человек вошел в историю. И вот «Греки», пожалуйста, это просто табличка с именами, что в Олимпийских играх такой-то бегун пробежал быстрее всех. То есть, марафонец, мы не помним его имени, но он живет в веках, да? И спартанцы живут тоже интереснейший момент, если мы вспомним надпись, да, «Путник поведай спартанцам». То есть, вовлекли и через причастие к чужой жизни, что вот ты, путник, ты дойди и скажи, они-то не знают, что мы тут, да ладно, да все они знают. И с памятника это поставили они. Но тем не менее. И вот для Эллина это причастие к красоте, и никого не волнует, как Гомер выглядел. Но вот он вещен в своих стихах. Для, опять же, викингов славные деяния. То есть, это не просто написал учебник геометрии, а вот как-то сумел что-то сделать, чего другие не сумели сделать. Это, пожалуйста, воинская доблесть, и в этом плане, да, те, кто приняли смертный бой и стали просто землей и травой, но суровая доблесть их поселилась в сердцах живых. То есть, опять же, это не воскресение тела, и это даже не личное воскресение. То есть, в этом плане доктор Живаго, помните, когда привозит аналогию с поездом, что поезд сам себя не видит, но тот фонарь, который вот на головном вагоне. И вот нас-то не вспомнят, но мы останемся в тех, кому мы помогли. И в этом плане, там, вот дали краюху хлеба, там, или вот святой Мартин отрезал половину своего плаща, который помог пережить зиму, вот, конкретно этому бездомному. И он уже продолжился. Ну, или, простите, опять же, как я уже сказал, в детях. То есть, дети, они же не предполагают личное бессмертие. А вот Христос, он как раз-таки дает личное бессмертие. То есть, возможность говорить, помнить. Да, здесь вот, да, все, что было названо уже сейчас, да, вот это бессмертие в виде подвигов, в искусстве, и даже в детях. Дети бывают, кстати говоря, не всегда панацеей для твоего обессмерчивания. Иногда смотришь на некоторых детей, и тут вопрос еще в качестве этой славы, потому что Гитлер тоже и будет известен до конца. Ну, Герастрат, Василий, вот это отличный пример. Вот он вставил целью войти в историю, он вошел в историю. Вот, но при этом входит в историю скорее имя, дата жизни и какие-то вехи его деяний и так далее. Христос предлагает именно личное, персонифицированное продолжение жизни. И причем продолжение не в испорченном состоянии, не в деменции, не, вот, опять же, не с тем итогом, с каким мы пришли, а вот с тем задором, который у нас был, когда, вот, как вы говорите, то, что называли АКМЕ, период наибольшего расцвета физических, эмоциональных, психических сил. Встает вопрос, почему мы сейчас апеллируем словом АД. И уже сейчас мы говорим, ну, и в самом Евангелии об этом говорится, как о чем-то вечном, о том, что непреодолимо. Если мы говорим о том, что владыка жизни, и жизнь жительствует везде, и в ААДе, и, ну, вот, времени не очень много. Я бы еще и задал вопрос сопутствующий, почему, скажем, Господь везде присутствующий именно посредством своего схождения в ААД через смерть туда, как бы, инкорпорируется, да, становится владыка. Неужели до этого как-то было иначе, его там не было? Ну, это ладно, это, может быть, Бог даст, мы в следующие разы поговорим. А вот конкретно, вот сейчас, почему мы используем это? И копья сломаны, вечны ли муки, не вечны ли муки, закончатся ли они, для кого закончатся и так далее. То есть в этом случае, опять же, тут мы, я вынужденно закольцовываю тему с промыслом истиодицей, о чем мы уже говорили, что есть АД как место и АД как состояние. Вот, и поэтому, кстати, вот восточная традиция говорит, что на самом деле любой грех ведет к смерти, а в западной мы встречаем смертные грехи. Так вот, если мы посмотрим, то смертные грехи – это состояние, которое как-то вот консервируется. И человек, умерший вот в этом состоянии, он из него выйти не может. Почему церковь не молится за самоубийца? Потому что самоубийца, как правило, погибает в состоянии отчаяния, и из этого отчаяния, и он навеки застывает в этом отчаянии. Вот человек здесь, в земной жизни, может менять свое решение, хоть каждый день, срегусь, монахиня, женюсь, нет, все-таки срегусь, нет, все-таки женюсь, нет, иду в семинарию, нет, буду космонавтом. И непонятно, чего получится в конечном итоге. А вот когда жизнь уже пройдена, то можно сказать, это вот Чингисхан, это Леонардо, это Бетховен. Ну и, соответственно, вот тоже, то есть о том, что смерть на грехе – это состояние, что человек из этого состояния выйти сам не может. То есть вот есть такая замечательная, интересная достопримечательность во французских, в одном из французских кладбищ, Перлашес, если я не путаю, где человек лежит на знамени. То есть такие, ой, какая замечательная смерть. А на самом деле этот знаменитый чиновник умер в постели любовницы, исполняя совсем не тот долг. И вот как раз церковь говорит о том, что вот, находясь в состоянии, из него потом надо выходить. И вот там вот, будучи с любовницей, он в том же состоянии предстал пред Господом. Или вспомним чеховский рассказ про чиновника, который блин намазал и икрой, и маслом, и только он приготовил. И тут его хватил апокалиптический удар. То есть, опять же, вот обжорствовать состояние, его состояние, когда у нас уже слюноделение, и мы предстаем пред Господом. Поэтому святые говорили о трезвении и о сохранении себя в определенном состоянии, как в Ветхом Завете сказано, ходил пред Господом. Поэтому ад как место, он есть, но он пуст, по мысли Златоуста. А ад как состояние, в которое мы сами себя ввергли. То есть человек умер в состоянии передоза наркотиками. То есть это все-таки не только телесное, но и душевное состояние. Или человек умер, мучаясь, самоубился от неразделенной любви. Это же тоже состояние отчаяния. И вот из этого состояния может выйти только он сам. Спасибо большое. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Очень интересный, содержательный. Я думаю, что к этому не добавить, не убавить. Но добавить, может быть, и можно, если только накидать еще в топочку вопросов. Спасибо огромное, Сергей Григорьевич. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Вновь и вновь поздравляем вас с Пасхой. И, как говорил все тот же Златоуст, пусть жизнь жительствует. Пусть она торжествует во всех сферах и во всех проявлениях вашей жизни. Простите за тавтологию. Храни всех вас Господь. Христос воскресе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин